всем привет дорогие друзья с вами я александр михаленко и сегодня мы продолжаем наше путешествие по новогодней москве посмотрите я привез москву снег здесь не было до меня снега как обещали в прошлом видеоролике что покажем о снег вот он выпал но сегодня мы с вами находимся на в днх пойдемте посмотрим какая там елка стоит смотрите сколько людей все гуляют радуются снегу особенно дети сейчас там уже каток есть возможно с вами покатаемся если в очереди выстоять мы сегодня с вашей посетим в днх постараемся покататься на коньках хотя я знаю что на в днх нужно покупать билеты заранее онлайн мы найдем обязательно лазейку если что перелезем через забор и покатаемся без коньков так думаешь кататься да а ты я нет все значит это будет контент хороший в общем друзья заходим на в днх посмотрите вот сейчас действительно чувствуется уже хоть а новогоднее настроение потому что идет снег и вот такая красота посмотрите сколько людей масочный режим вообще не соблюдается кто мне там писал в комментариях здесь сходят все в масках перчатках это неправда только в метро одевают маски помню когда был тогда карантин самоизоляция это все в масках чуть ли не в чехла ходили все ходят вообще без масок без перчаток никому это даже не интересно вот такая здесь стоит елочка что скажешь нам за елку я допустим прошлом году то у меня еще блога не было я как бы не снимал я не помню как это елка выглядела но по мне так очень красивые иллюминации а ты уже как в прошлом году снимал а я не к нему не снимают и сфотографировали только но елка с прошлого года ребятки все так сейчас я покажу как москве вывозят снег это будет название моего ролика вот так друзья смотрите снег не успел еще выпасть уже и вот выгребают подметают и грузят вас такие команды и просто вывозят за пределы москвы поэтому мы пришли вовремя и успеем вам показать снег вот так его закрывают грузят и вывозят мы находимся на выставке достижений народного хозяйства сейчас мы посмотрим чем славилась советское хозяйство какие были здесь достижения и здесь в каждом секторе стоит разное здание каждой республики советского союза которые сходили состав советского союза там и армении есть и украины и чё там у нас вот друзья такие иллюминации поставили посмотрите как же шикарно выглядят конечно москве тоже нужно побывать перед новым годом это моя традиция уже ежегодная и сюда практически перед каждым новым годом приезжаю уже наверно четыре или пять лет и посещаю вот такие интересные места сильно зубе тут по москве москвич коренной проводит нам экскурсию рассказывает москвич но уже с пропиской вас прописка по наехавший ну что друзья смотрите что я могу вам рассказать здесь классно есть локации локации этой часы которые дочери там мой пойдем смотреть на и ворота что это за здание впереди большое сейчас подойдем прочитали из-за здания не знаю это как я могу сказать о сударе кит цветные клумбы классные здесь я посмотрю на эти клумбы поближе все будут за них так что их не показал на этом мосту так тут еще снег не топтаны людьми висит табличка не ходить по газонам нам и не хватил тоже не газон то снег в общем вот так друзья в москве пойдем часам меня даже еще есть ролик 1 когда я снимал здесь еще даже эти часы только монтировались наполовину были готовы я сюда до собянина предлагал деньги запилить вместе собрать часы помочь ему но они быстрее меня собрали чем я потом следующий ролик снял так друзья вот у нас инсталляция с часами впереди но она тоже с прошлого года я помню возможно каждый год одни и те же достает так ладно ты за кадром нас еще один москвич не хочет где аноним а каток вообще где находится каток находится за зданием за этим и поэтому фонтан такой был красивый там центре идет получается фонтан и вокруг скульптуры такие куда и клумбы и вокруг него каток идет он то есть восьмеркой там идет даже не восьмерка не походу так ноликом и вот это вокруг этих фонтанов все катаются там еще посрединке смотровой мостик есть классно так что мы сейчас еще пройдемся посмотрим на смотровой мультик слома я помню в детстве мы играли сломать мне согласно так друзья мало кто знает но когда-то я работал на в днх в семьдесят пятом павильоне официантов кто был на выставках возможно вы меня там встречали как находится где-то я не помню он в той стороне были тяжелые времена 75-м году в проекте не на самом деле здесь очень красивые комплексы здесь действительно каждой республике посвящена свое отдельное здание мы подошли к советской российской социалистической республики здание мы можем кстати туда зайти она открыта для смотрите какое шикарное здание ой на камеру все шикарная картинка а что там внутри да в основном все экспозиции связаны с ну с российской федерацией ну ладно музеем и потом сходим просто делаем обзор зданий вот видишь российский музей открыт потом я знаю белорусский открыт батька не боится ни короны ничего говорит если типа вируса не вижу значит его нету его главная главная фишка в этом году так ты знаешь впереди уже здание армении она закрыта но тут много зданий все закрыты сейчас из выставочные залы кроме от россии белорекси мы подошли к зданию армении которые находятся по соседству с российской федерации жаль что она закрыта мы его не сможем посетить ну что ты думаешь там наверно обязательно есть армянский дудук какие-то выставки смотри ну здание тоже шикарная что то есть какая-то информация первая экспозиция павильона достижения мастерского хозяйства на каток ребятки вот каток продан за стеклом вот так и я бы сейчас катался да я профессионал на коньках и там есть локация поможет прежде чем после войти видишь и мы поднялись на какой-то мост смотровой рассказывать что друзья мы здесь поднялись на смотровой мостик и который находится над катком в днх здесь открывается самый лучший вид на каток в днх и вы сейчас увидите нереальнейшую клумбу усыпленную просто нереальнейшим количеством шаров светящих что это такое сумма еще и музыка давай дальше пойдем смотрите круто можно покататься но кстати мы пробили билетов на сегодня нет взрослых нужно бронировать по интернету заранее потому что в кассах тоже билеты не продают поэтому продумывайте все заранее он пока сверху посмотрим на этих счастливых людей которые успели на сегодня купить себе билетик и вот так гоняют по катку не хватает билетов мы хотели покататься сегодня на коньках но не удастся из-за того что нету билетов всего лишь 132 билета продается на сеанс поэтому друзья и москвичи кто смотрит видеоролик скиньте собянину сообщение там лично нужно заранее покупать в онлайн на онлайн сайте в днх билеты и тогда можно прийти покататься но сегодня он нам не удастся но мы вам обязательно покажем какая здесь атмосфера как здесь катается молодежь здесь нереальное количество молодежи каждый раз есть сколько раз уже сюда прихожу на каток здесь очень много молодежи все приходят сюда покататься что идем дальше все друзья немножко клумбы ну конечно в днх мне понравился сегодня больше чем прошлый ролик в москве где мы с вами путешествовали смотрите мы подошли зданию казахстана прошлись по мостику я думаю вам понравился вид вот эти какой нереальные узоры здесь на здании все здесь в национальном стиле казахстанском изображено очень красивый вид реально здесь очень много таких красивых зданий каждой республики я думаю мы еще сейчас пройдемся с александром и вам все покажем жаль что сейчас нельзя посетить ни одно из этих зданий внутри конечно выставка каждого из каждой из республик советского союза можно посмотреть достопримечательностей это сколько мороз сейчас интересно это минус 5 я думаю точно это не руки же отмерзли еще ветер настоящее бурга мы подошли еще к одному нереального красивого здания здания азербайджана здесь также разрисовано здание нереальными красивыми орнаментами похоже на какой-то дворец шейха у них конечно мне кажется напоминать чем-то архитектуру турецкую на такие же как и в турции орнаменты разрисованы все как в виде какой-то мечети куполы вверху идет как мечети да это очень очень красиво кстати сверху это виноград там идет боли очень красивые здесь двери форсированные и бетражом мы не пойдем для александра михаленко сегодня можно зайти поскольку без маски друзья на набери камеру иди тогда придавая пошли вместе друзья только сегодня только для нас сегодня здание азербайджана нам разрешили зайти посмотреть что здесь на тренинг на выставке не знали пошли здесь здесь но здесь можно погреться прийти здесь наверно какие-то тут люди известны которые жанна какие-то герои и герои войны да великое печь в общем во всех зданиях так типа музей какой-то сделано и так понимаю и герои из республики азербайджан года видишь все залы закрыты в основном такого пищи на центральной открытой также здесь установили по центру небольшую елочку также здесь вот изображены президента ли владимир путин владимир путин я владимир путин сами здесь такая песня вот это кортик военный ладно перемещаемся в другую локацию мы пойдем еще постараемся где-нибудь проникнуть еще какое-нибудь здание показать что-нибудь очень интересно видите все таки у нас получилось попасть какое-то из зданий хотя все они закрыты наконец-то увидели какие-то достопримечательности которые связаны с древностью азербайджана какие у них были древности вот предметы быта куфаги там узоры шикарная цена датова слышать за разнос или что это такое мечты мне кажется так как для еды как для плова на штыка надо какие-то кувшины все тыс или медиа не помню вот чуть-чуть заметал медиа не чеканта что это кувшины наверно для вина молока здесь достопримечательности я так же вижу в том зале есть еще ковры о ковры тема пойдем вот станок и так пряли ковер ручная работа то есть как делали это старые добрые времена вручную никаких машин на стене никакого автомата да смотрите в это все вы тоже наверное ручной работы здесь изображены пошли еще пройдемся до сути хорошо спасибо смотрите также дальше есть инструменты азербайджанский интересными смотрят азербайджанцы все смотрите напишите пожалуйста друзья мы подошли здание космоса на против него находится огромнейшая ракета на которой Юрий Гагарин полетел космос а раньше когда это здание было построено и это здание было зданием планетария это не было зданием космоса только после того как Юрий Гагарин полетел в космос это здание решили сделать зданием космических достижений но что мы сейчас постараемся вам все показать проникать и самолет на вертолете кто летал на вертолете кто летал смотрите все вот в днх мне очень сильно понравилось кстати больше чем вчера красная площадь возможность того что выпал снег уже не так все серо как вчера было видеть более такие прикольные украшения здесь очень много действительно сейчас и посетителей наверно саша из-за этого больше здесь нравится здесь много молодежи мы вчера просто в центре были там там мои подписчики были подписчики тоже мы их встретили но тебе кстати центр что-то не очень понравился да вообще даже центром не понравится вот в днх здесь такая атмосфера все-таки более парковая здесь можно погулять посетить всякие выставочные залы покататься на катке также есть здесь московский дельфинарий москвариум он называется он работает не знаю можно его конечно посетить тоже посмотреть но мы сейчас идем в здание космоса так вот там самолет стоит помнишь как мы с тобой летали в коктебеле на самолете помню друзья смотрите наш ролик с коктебеле где мы искали дачу киселева и а потом угнали самолет и взлетели не знаю куда мы с тобой в майами полетели но самолет мы угнали прямо с площадки так вот она ракета мы подошли к зданию космоса посмотрите какое нереально красивое здание здесь большое количество освещения надо еще конечно показать это здание сбоку потому что там продолжение здания также полностью подсвечиваются вот такая друзья на москва новогодняя башни вид такую штанкина там первый канал находится друзья мы подошли к ракете сейчас хотим улететь в космос отметить там свой новый год мы летим в крым отличать новый год друзья надеюсь это будет ракета без боеголовки здесь здесь ракета была или макет мне кажется действующие посмотреть там разные штучки походу ну все друзья вот такой получился видеоролик у нас из в днх москва мне честно говоря здесь понравилось больше чем на красной площади поэтому будьте в москве посещайте в днх катайтесь на катке посетите все эти интересные места поздравляю вас всех с наступающим новым годом подписывайтесь на канал обязательно делитесь видеороликом в своих социальных сетях и каждый кто смотрит видеоролик приводите на канал по три человека по три своих знакомых друзей детей не знаю давайте сделаем 100000 хотя бы до февраля с вами был я александр михаленко встретимся уже завтра в новом видео всем пока подошли к зданию космоса друзья мы подошли к зданию космоса друзья вы подошли к зданию космоса все начинают на секунь фоне все тихо друзья мы подошли к космосу друзья мы подошли к космосу все давайте